Телеканал КРТ представляет Израиля предъявила официальное обвинение премьер-министру Бениамину Нетаньяху. Его обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Сам глава правительства тогда отрицал все обвинения в свой адрес. Он назвал их попыткой переворота. Кроме того, премьер утверждал, что стал жертвой охоты на ведьм со стороны оппонентов из СМИ. Стоит отметить, что это был первый в истории Израиля случай предъявления обвинений действующему премьер-министру. Уже текущие весной, после выборов и очередного назначения премьер-министром, Нетаньяху начал принимать участие в судебных заседаниях. Правда, потому как он держался, было заметно, что он уже считает себя победителем. А вот демонстранты на улицах так не думают. В последние недели протесты против правительства Нетаньяху усилились и участились. Начавшись как митинги против коррупции, они быстро подхватили антикарантинные лозунги и как результат объединили все свои требования в желании отставки правительства. Вот, например, что пишет об израильских протестах издание Евроньюз. Цитата. В субботу вечером тысячи людей вышли на улицы Израиля, а главные акции протеста прошли в столице Иерусалиме возле официальной резиденции премьер-министра Бениамина Нетаньяху. В воскресенье полиция сообщила, что более десятка человек были арестованы. Протесты были вызваны тем, что критики считают неспособностью правительства справиться с коронакризисом после первоначального сдерживания угрозы вируса. Коррупционные обвинения против Нетаньяху еще больше подогрели демонстрации. Итак, в чем же обвиняют Нетаньяху? В общей сложности против него заведено три дела, известных как Дело тысячи, Дело двух тысяч и Дело четырех тысяч. Приведем их краткое описание. Дело тысячи – это о мошенничестве, и злоупотребление доверием. Премьера обвиняют в получении подарков, в основном сигар и бутылок шампанского, от различных бизнесменов в обмен на некие услуги. Дело двух тысяч возбуждено по той же статье. В нем Нетаньяху обвиняют в том, что он предлагал поспособствовать росту популярности израильской газеты «Едиот Ахронот» в обмен на благоприятное освещение своей деятельности в этом издании. Дело четырех тысяч касается подкупа, мошенничества и злоупотребления доверием. Его фабула гласит, что в бытность премьерам и министрам связи Нетаньяху якобы способствовал принятию регулятором решений в интересах основного акционера телекоммуникационного гиганта Безек Шауля Эловича в обмен на благоприятные для себя публикации на новостном онлайн-ресурсе ВАЛА. В общем, сущие пустяки. Разве это коррупция? Ему бы у наших чиновников поучиться. Миллионные взятки наличными, передаваемые во время похода за арбузом, мыши, съедающие зерно из госрезерва сотнями вагонов, вездесущие прослушки друг друга силовиками. Вот где настоящий размах. А то сигары он, видите ли, в дар принимал и благоприятного смещения СМИ просил. Ну а если серьезно, негодование израильского общества понятно. Несмотря на то, что согласно израильскому законодательству премьер-министр, которого обвиняют в злоупотреблениях, не обязан уходить в отставку, таких прецедентов пока не было. Бывший премьер-министр Эхуд Ольмерт ушел с поста лидера партии, когда шло расследование по обвинению в коррупции в 2008 году. Однако формально он оставался на посту премьера до всеобщих выборов 2009 года, когда к власти снова пришел Нетаньяху. После последних выборов для компаньона Нетаньяху по коалиции Бенни Ганса была придумана новая должность сменного премьер-министра. Это означает, что Нетаньяху и Ганс через полтора года поменяются местами, но даже после этого Нетаньяху останется в кабинете уже на этой новой должности. Очевидно, что все эти хитрые уловки для сохранения власти и ее раздела между господствующими политическими группировками работали в относительно спокойное время. Но сейчас, когда многие страны охватили протесты из-за жестких карантинных ограничений, убивающих экономику, недовольство в масс может вылиться в смену баланса сил и в приход в правительственные кабинеты политических оппонентов. В этом смысле кризис стал окном возможностей для оппозиции. И Израиль тут не исключение. Удастся ли протестам в этой стране выбить из своего кресла политического долгожителя Бениамина Нетаньяху покажет время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова